Сегодня на стадионе Меретинский, Саратовская Дельта и местный клуб Адлер. Гости, конечно, с большим спортивным опытом, претенденты в лидеры, сочинский клуб из новичков. Тем не менее, уступать никто никому не хотел. Ребята недавно только начинают свой путь в пляжном футболе, поэтому им тяжело, им надо отдать должное, они бьются, стараются до конца, поэтому молодцы они. В формат финального турнира просто все участники посредством слепой жеребьевки были поделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, который начнется с одной четвертой финала. На этот раз турнир собрал 16 команд, семи из которых представляют Российскую Суперлигу, а остальные преодолели барьер региональных отборочных соревнований. Я здесь, потому что я болею за Саратов. Ребята вообще очень молодцы, и большое им спасибо за то, что они показали реально красивый футбол, очень динамичный. Очень круто, спасибо большое, вообще замечательно, очень рады. Мы на пляже были, но мы также знали, что проходит в Адлере турнир, и мы, конечно же, хотели поболеть за наших ребят. В общем, мы рады, что они выигрывают с таким огромным счетом. В матчах основной стадии турнира выступают более 60 команд и около 3000 игроков. В квалификационных этапах, которые ежегодно проходят по всей стране, принимают участие более 200 клубов, представляющих различные регионы России. От Калининградской области до Камчатского края. Это позволяет считать Кубок России крупнейшим официальным турниром в мире. Сегодня удача была на стороне саратовских футболистов. Они выиграли у адлерцев со счетом 15-2. За 10 лет проведения самого масштабного турнира по пляжному футболу победители были разные. Дважды побеждали столичные строгенцы. Два трофея у «Кристалла». Четыре раза выходил в лидеры «Локомотив». Кто на этот раз станет обладателем Кубка России по пляжному футболу, узнаем 23 сентября, в воскресенье. Елена Авсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКП».